Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Подготовка школ-курорта к учебному году на финишной прямой. Заместители главы Анапы продолжают отчитываться о результатах работы за первое полугодие 2014 года. Прокуратура Кубани начала проверку в отношении пляжного фотографа, который предлагал отдыхающим снимки с оголодавшим львенком в поселке Витязева. Подготовка анапских школ к новому учебному году выходит на финишную прямую. Оценку проведенной работе даст специальная приемочная комиссия. Роспотребнадзор, отдел надзорной деятельности, профсоюзы и правоохранительные органы сделают свои замечания директорам школ. Время на устранение недочетов еще есть. А глава курорта отправился в гимназию Эврика и среднюю школу номер 7. Здесь Сергей Сергеев был зимой и высказал ряд замечаний о том, что сделано за это время в нашем сюжете. Гимназия Эврика и средняя школа номер 7, как два самостоятельных учреждения, уже 20 лет существуют под крышей одного здания. Естественен вопрос, который задает Сергей Павлович. Чем отличается общеобразовательная школа и гимназия? У нас в течение 11 лет, даже 15 лет, мы первое место по результатам Олимпиад занимаем. По ЕГЭ у нас мы с Абророй делим всегда первое и второе место. То есть по качеству? Да, девятые классы были все. Ой, не скажу на память, но все на четверке и пятерке. Нет у нас ни троек и двоек. Лучше краевого элемента? Да, лучше краевого. Но ведь у каждого директора целый штат заместителей. Разве это рациональная трата бюджетных средств? Глава города давно нацелила отдел образования найти способ объединения учебных заведений. Я давал соответствующие указания, никто не выбрал. Два директора и девять заместителей. Вы денежку вообще считаете? У гимназии есть явные преимущества. 652 ученика ее занимаются в одну смену. Практически на этой же площади 1452 ученика школы номер 7 получают образование в две смены, в том числе и малыши. Глава интересуется аспектами раздельно-параллельного обучения в гимназии. Мальчики и девочки учатся раздельно друг от друга всегда? Соединяем их на уроки музыки, на уроки этики, где они должны общаться и учиться друг с другом, строить отношения. У нас все праздники проходят вместе. Поэтому оно называется раздельно-параллельное. То есть они не изолированы, не в отдельных учебных заведениях, а в одном вместе. Но качество получается лучше именно в раздельных классах, потому что мы опираемся на их сильные психологические и умственные способности. Глава интересуется и спортзалом, который поразил его в прошлый визит несоответствием с санитарным нормам. Удивлен, что, несмотря на ограниченные сроки работы, на то, что средства выделены на ремонт, в зале работают всего два рабочих. Интересуется, что за подрядчик так беспечен и безответственен. Это Армавир. Артистрой. Артистрой. Сарксян. В министерство образования приезжала комиссия из министерства. Знают подрядчика, говорят, что он детский сад строил в одном из районов. И на сколько они отстают? Они отстают на суши уже. Главный специалист технодзора Тамара Леонидовна Баженова справедливо замечает, что Артур Сарксян не вписывается уже ни в какие сроки. Они выполнены, не выполнены, не выполнены. Сделав замечание руководителям на беззубость в этом вопросе, глава подводит итог. Когда срок окончания работы? Срок окончания 28-го. 29 августа. А, 8-го? Значит, все, я нервничать не буду. 29-го приеду, я уходу. Сергей Сергеев оценил также работу и на спортивной площадке. Поинтересовался, планирует ли руководители здания бывших теплиц достроить, чтобы увеличить количество классов. И выразил уверенность, что все его замечания примут как руководство к действию. Городской театр – ведущее учреждение культуры нашего города. Поэтому депутаты городского совета и глава Анапы, желая видеть его достойным центром культуры и искусств, выделили средства на ремонт концертного зала. Строители обещают, что уже в начале сентября зал будет как новенький. Здесь прогнили деревянные настилы полов, пришли в негодность обой на стенах. В течение года здесь проходят тысячи мероприятий и репетиций. С тех пор, как городской дом культуры сменил свой статус на звание городского театра, хочется его видеть самым красивым учреждением культуры и комфортным, как и положено, театру. В городском театре начались строительные работы, ремонт пола городского театра, стен, кровля. До 10 сентября все у нас закончится. Параллельно ведутся капитальные ремонты в сельских учреждениях культуры, например, на хуторе Красный. В Гайкадзоре и рассвет уже завершены работы. Заканчивается подготовка помещения для клуба «Дорога добра» в ДК «Молодежный». Скоро мы увидим его обновленную сцену и зал. Идет ремонт и в детской школе искусств. Я хочу поблагодарить администрацию города, Сергея Павловича Сергеева, Совет депутатов, потому что нам выделили средства, незапланированные средства. И вот сейчас у нас все получается. Я думаю, что в сентябре все у нас будет блестеть, светиться и радовать глаз. Заместители главы Анапы продолжают отчитываться перед общественностью города, проделанной за полгода работе. Накануне отчет держал Алексей Харитонов, курирующий сферу ЖКХ. Очень важно, что это не просто совещание, а полезная дискуссия представителей власти и жителей курорта. Депутаты, общественники задавали вопросы. О чем расскажем прямо сейчас. Глава города-курорта Сергей Сергеев, предваряя доклад своего заместителя по вопросам ЖКХ Алексея Харитонова, отметил, что в пик сезона все службы города работают в напряженном режиме, чтобы обеспечить нашим гостям комфортное пребывание. Сегодня, я вам честно скажу, нам залили. Конечно же, те 90 тысяч кубов ежедневно, которые дает Геннадий Артемович воды, при его возможности 50, представляете, что такое? Почти в два раза больше предоставляет, а она же еще и канализация улетит, эта вода. У нас ежедневные практически отключения, и все аварийные. И все равно Алексей Васильевич, вчера вам день пробовал красотарик по этому вопросу, находим способы, сегодня начнем за работой, да, Алексей Васильевич, мы берем включение нового кабеля, находим формы, находим способы, находим инженерные решения, в конце концов, как оставить отдыхающих. И большинство, я уверен, уедут от нас удовлетворенные полученные услуги. Конечно, это стоит нервов, вашей работы большой. В видении заместителя главы Алексея Харитонова вопросы безопасности, предупреждения и устранения чрезвычайных ситуаций. В вопросах противопожарной безопасности достигнуты максимально положительные результаты. Несмотря на погодные условия, в этом году удается избежать крупных пожаров. В том числе в лесной зоне. Свои плоды принесла профилактическая работа, плюс учения по спасению людей из многоэтажных зданий. На базе центра противопожарной пропаганды прошли обучение по мерам пожарной безопасности 11 900 человек. За аналогичным периодом 2012 года 108 900 человек, рост составляет 109 центра. Мы подготовлены конкурсная документация на закупку трех комплектов первичных средств кушения пожаров и противопожарные ноля. Это для сельских округов. Аукцион пройдет в августе. Зимой и весной проведены предупредительные работы по предотвращению подтопления хутора «Утаж», который располагается, как известно, в Низине, и тревожные сигналы не раз поступали от жителей хутора о затоплении паводковыми водами. Полностью проведено в первом полугоднике создание отварных канала и проведено укрепление дам. Полностью проведено расчистое русло от поваренных деревьев. Службы ЧАЭС при тесном взаимодействии с муниципалитетом буквально за несколько дней ликвидировали последствия природного катаклизма, заморозившего нынешней зимой Первомайский, Гостогаевский и другие сельские округа. Когда все мы помним, после проливного холодного дождя случилось обледенение линий электропередач крон деревьев дорог. Ни одного пострадавшего не было, а ведь обрыв проводов произошел повсеместно. Электроснабжение было налажено за сутки. Алексей Харитонов доложил, что создан резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧАЭС в мирное время. К уже имеющимся установлено по городу-курорту 30 цифровых и 5 аналоговых визиокамер, которые уже помогли раскрыть несколько правонарушений. Развернута система радиооповещения. Только на территории сельских округов установлено 250 динамиков. Вторая часть доклада – вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Из краевого и местного бюджетов выделено более 58 миллионов рублей на ремонт дорог. Основные работы по ремонту дорог. Продукт сельских населенных пунктов, села Супсе, будут ремонтированы, Керешково, Трунск, Станица Анатольской, Горького, Мира. Это долгожданное соединение между Усаповой Бабкой и Станица Анатольской. Гостогайская, Колхозная, Камшкорская, Кубанская, Худовчико, улица Школьная, Переволокрасная, Юрская, Садовая, Рабочая, Мироника. И долгожданная улица Зеленая и Кавказская, это сели Варвара. Ямочный ремонт был выполнен на сумму 2,3 миллиона рублей. И на второй квартал выделена сумма на 2 миллиона 400 тысяч рублей. В настоящее время, как мы на процедуру говорим. В связи с тем, что все сельские пруда не захвачены, были беспрецедентные решения, было принято главой июля этого года. По его поручению выделено 50 миллионов рублей из средств местного бюджета на ремонт дорог в асфальтовом исполнении, еще важно только в сельских населенных пунктах. Особым пунктом благоустройства в докладе Алексея Харитонова выделено озеленение. Недаром Анапу называют городом цветов. Весной и летом высажены тысячи цветущих растений. В качестве подарка городу и его жителям зеленстрой в сквере «Три свечи» высадил 50 лиственных деревьев, 18 хвойнов и 110 кустарников. Сквер стал любимым местом прогулок жителей третьего микрорайона. Анапчане выразили благодарность власти также за такие подарки, как фонтаны у зданий администрации и в Ореховой роще. В первом полугодии удалось решить несколько транспортных проблем. Муниципалитет добился изменения схемы движения по Симферопольскому шоссе. Теперь нет пробок на въезд в Анапу со стороны Чембурского кольца. И по улицам стало свободнее передвигаться автотранспорту, так как в этом году в городе работает семь эвакуаторов. Пять в Анапе и два в Витязево. В прошлом году работал один эвакуатор, который доставлял на штрафстоянку 70 единиц техники. В этом году эта цифра возросла в четыре раза. Участники совещания одобрительно встретили новость о строительстве напорного канализационного коллектора по Пионерскому проспекту протяженностью 12 километров. Проект включен в федеральную программу и будет финансироваться из федерального и краевого бюджетов. Глава Анапы дал указание ужесточить контроль за самовольным строительством и не допускать подключения незаконно строящихся объектов, в том числе и на Пионерском проспекте к городским коммуникациям. Застройщики-нарушители уходят от уплаты налогов, а ведь из них складывается бюджет муниципалитета, края и страны, который возвращается городу вот такими проектами, как новая канализационная система на Пионерском проспекте. По просьбам и обращениям граждан, которые озвучили представители ТОС и депутаты, в протокол собрания внесено несколько пунктов. Решить вопрос о возобновлении маршрутного автобуса Анапа-Тоннельная в вечернее время в районе 21 часа. На Анапском шоссе от детской площадки до улицы Криничной запретить парковку грузовых автомашин на обочине, поскольку в этом месте даже нет тротуара, что угрожает жизни пешеходов. И еще один вопрос по пешеходному переходу будет решен. Съезд с Анапского шоссе на Солдатских матерей. Прямо на перекрестке, пешеходный переход. Мы транспортной комиссией принимали решение, этот пешеходный перенеси буквально на 50 метров, да, по-моему, на остановку, где автобусная остановка, там сделать переход, а на перекрестке убрать. ДТП у нас там регулярно. Поставить вольер. А пешеход туда перенеси. Подытоживая отчет Алексея Харитонова, глава курорта Сергей Сергеев заверил, работы по охране окружающей среды, обеспечению безопасности, озеленению и благоустройству Анапы городские власти будут продолжать, не снижая объемов. Прокуратура Кубани начала проверку в отношении пляжного фотографа, который предлагал отдыхающим снимки с оголодавшим львенком в поселке Витязева. Приобретя средства заработка через интернет на липецком сайте за 50 тысяч рублей, он не считал нужным кормить животное. Курортники заметили, что детеныш хищника сильно ослаб и обратились в правоохранительные органы. Сейчас львенок, а точнее маленькая львица Лео, в безопасности. Ее передали Анапскому сафари парку Балу. За ней ухаживают ветеринары и откармливают специальными смесями. Спасенные малыши дальше останется жить в сафари парке, где здоровью львенка больше ничего не угрожает. На пляжного фотографа могут завести уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Но ответит ли он за свои действия, станет известно после завершения прокурорской проверки. 6 августа в дежурную часть отдела МВД России по городу Анапы поступили сообщения о совершенных кражах личного имущества. В первом случае о 23-летней жительнице курорта, у которой на набережной в одном из открытых кафе украли сумку с личными вещами и денежными средствами. Ущерб составил более 11 тысяч рублей. Во втором случае сообщение от 19-летней жительницы города Брянска. В отношении нее и двух ее подруг также совершена кража личного имущества. Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что пострадавшие вместе с двумя своими подругами отдыхали в ночном клубе, где пробыли до пяти часов, после чего вышли на улицу и остановились возле лавочки. Так как сумка была только у одной девушки, все трое сложили в нее ценные личные вещи и документы. Чуть позже втроем подруги ненадолго отлучились. Вернувшись обратно, обнаружили отсутствие сумочки. Как пояснили пострадавшие, неподалеку от лавочки стоял странный парень кавказской внешности. На вид 25-28 лет. Связавшись с другим нарядом, который находится на высокой набережной, нам пояснили приметы данного гражданина. Опросив людей именно в летнем кафе, нам пояснили приметы. И по этим приметам уже пришла оперативная разработка по горячим следам. Благодаря полученным приметам и незамедлительным профессиональным действиям, пеший наряд патрульно-постовой службы полиции совместно с представителями казачества злоумышленника задержал. Им оказался 26-летний житель города Владикавказ. Вещи, которые были изъяты у данного гражданина, были схожи по описанию с похищенными у заявителей. В последующем на данного гражданина завели уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. С какой целью прибыли вы в город Анапа? Отдых. За что были задержаны? Крады. Признаете ли себя виновным? Признаю. Все похищенные имущества граждан изъяты и после проведения необходимых процессуальных действий будет возвращено владельцам. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды, партнер выхода прогноза погоды салон-магазин изделий из камней самоцветов Тайны Медной Горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В пятницу, 15 августа, в Анапе солнечно и ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 29, 31, ночью до 25 градусов тепла. Ветер переменный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте, а я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова